Тайна Великого Поста Тайна сводится к тайне покаяния, а тайна покаяния приоткрывается нам посредством удивительных молитвословий. Они читаются на первой седмице Великого Поста. Речь идет о великом покаянном каноне преподобного Андрея Критского. В чем суть и смысл этих покаянных молитв? Покаяние зарождается в искреннем сердце. И вот у каждого из нас в жизни бывают такие ситуации, когда душа начинает нестерпимо болеть о допущенных в жизнь ошибках. Вот бывает так мы живем, там вот грыземся друг с другом. Люди бывают подобны, знаете, вот как змеям посаженным в такой вот маленький мешочек, где они друг друга кусают, пускают яд. А проходит какое-то время, и тебе становится нестерпимо больно от своих же собственных поступков, от тех подлостей, которые ты совершил, от того лукавства, эгоизма, своей корысти, от каких-то блудных грехов. И настолько все это становится горько и томно, что плохо от самого себя и хочется какой-то удивительной чистоты, обновления. И вот это обновление подается только посредством покаяния, посредством искренних, чистых, таких сердечных молитв ко Господу. И во многом вот эти вот молитвы в храме и выражаются посредством канона преподобного Андрея Критского. Вот если вы начали Великий пост, если вы уже живете церковной жизнью, то обязательно каждый вечер на первой седмице, в первые четыре дня посещайте храм и слушайте, внимательно слушайте канон преподобного Андрея. Поначалу многое покажется вот как-то неясным, непонятным. И было бы неплохо, если бы вы смогли найти даже вот просто через интернет электронный текст этого канона, внимательно прочитать его. А когда какое-то молитвословие непонятно, то посмотреть его перевод. И тогда уже что-то будет вот в душе проясняться. А в храме внимательно послушаем эти удивительные строки и постараемся своим сердцем проникнуться. А почему этот канон назван Великим? Да потому что он действительно самый большой из всех богослужебных канонов, богослужебных текстов православной церкви. В нем 250 тропарей, то есть таких кратких молитвословий, молитвенных обращений ко Господу. И в каждом вот таком кратком молитвословии выражается та или иная покаянная мысль. Но во многом это вот это не какое-то рассудочное такое вот обращение ко Господу, а как бы это вот голос сердца, где уже не выстраивается все как-то вот схоластически, а просто вот ты начинаешь каяться, ты вот проникся болью о своей жизни. И исходя из этой боли сердечной, обращаешься ко Господу, вот как самый первый тропарь начинается «Откуда начну плакать окаянного моего жития деяния?» То есть вот с чего начну вот этот покаянный плач? Ведь столько соделано мною каких-то ошибок, преткновений, что я даже не знаю, с чего начать. И каждый тропарь, он чередуется таким вот припевом «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Вот подобно тому евангельскому мытарю, который, находясь в храме, обращался ко Господу «Боже, милости в буди мне грешному». Вот так и мы во время этого канона постоянно молимся «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». И даже согласно уставу, вот раньше это было принято, каждый такой припев, он сопровождался земным поклоном, то есть вот 250 тропарей и вот столько поклонов, а кто-то даже умудрялся класть и три земных поклона на каждый такой припев. Сейчас, может быть, эта вот практика отошла немножко в сторону, как-то у нас вот не очень любят много таких вот движений в храме, но на самом деле, когда много поклонов, то и легче стоять в храме. Вот, если ты никому не мешаешь, то можно и делать такие поклоны. А самое главное, чтобы сердце твое проникалось этими молитвенными строками, и вот каждый тропарь, он вспоминает какие-то события из Священного Писания. Фактически вся священная история Ветхого и Нового Завета, она предстает пред нами, но через наше вот личное переживание. Вот как согрешил Адам, вот так согрешаем и мы. Как Каин проникся завистью к своему брату Авелю и дошел даже до смерти убийства, вот так и мы проникаемся завистью к нашим ближним, и были бы готовы даже поубивать кого-то из тех, кого мы ненавидим, но зачастую, так сказать, какие-то страхи нас от этого останавливают, а по большому счету мы те же самые Каины, злолюбивые, завистливые. И это важно увидеть в себе, чтобы покаяться пред Господом. Как строители Вавилонской башни мы готовы созидать тоже свою гордыню и возносить ее до самых небес, как вот израильский народ, который вроде бы и верил в Бога, но постоянно роптал на Господа. Вот Господь их вывел из египетского плена, а люди постоянно роптали и вспоминали, что вот когда мы были в Египте, мы там ели и мясо, и там разные приправы были, специи, и трапезы наши были более вкусные, обильные, чем здесь по пути к обетованной земле. Вот так же и мы постоянно ропщим, что вроде бы Господь нас извлек из духовного плена, ведь таинство крещения — это и есть освобождение, да, но чтобы прийти к обетованной земле, к спасению истинному, достигнуть Божьего Царства, нам тоже приходится идти как бы вот через эту пустыню, наполненную скорбями, лишениями, это вот божественный промысел, который ведет к обетованной земле путем скорбей, исцеляющих нас. А мы все время ропщим и ропщим, и говорим, что вот люди, которые не верят, они подчас имеют больше жизненного счастья, и все время мы обращаемся и уподобляемся вот этим описанным в Священном Писании каким-то жалким, приземленным примером. И вот прости нас, Господи, за наше маловерие и малодушие. Святой Григорий Низкий говорил, что человек в раю был облечен в Божью благодать, как в царскую порфиру. И трагизм греха, вот как об этом как раз мы и молимся в каноне Андрея Критского, там есть такие строки, «Первозданного Адама преступлению поревновав, познав себе обнаженно от Бога». Вот поначалу вроде бы непонятно, о чем идет речь. А речь идет о том, что когда Господь сотворил человека, то Господь и дал человеку самое драгоценное, что мог только дать. Господь дал человеку самого себя. То есть человек был сотворен как обоживающийся, как приобщенный божественной благодати. И он не царскую диадему возложил на голову первых людей, а возложил венец праведности. И люди сияли неизреченными светоносными ризами. Вот это тот самый удивительный божественный свет, которым Спаситель просиял на горе Фавор во время преображения. Но мы презрели эти одежды и согрешили, променяв их на какой-то запретный плод. Вот человек — какое-то странное существо, что какой-то один-единственный плод оказался важнее ему вот этих сияющих, светоносных божественных риз. И святой Андрей Критский, он постоянно обращает наш взор к этим реалиям священного писания, что мы согрешили вместе с Адамом, потому что предпочитаем запретный плод и ставим его выше, нежели Божью благодать. Мы вместе с Евой увлекаемся чувственной стороной вот этих обольщений. И нам напоминает канон Андрея Критского, он приоткрывает нам подноготную греха. Там есть такие строки «возрех» и «прельстихся». И вот так вот мы, как Ева, постоянно смотрим на что-то запретное и прельщаемся. И получается так, что грех сквозь наши очи входит внутрь нас, и он становится такой вот пищей сластолюбивой для нашей души, и эта пища отравляет нашу душу. И вот канон Андрея Критского напоминает нас, что на самом деле для нашей души ранами и отравлениями становятся наши же собственные злые мысли. Вот в одном из тропарей мы читаем «в разбойники впады аз есмь». То есть мы становимся разбойниками, а становимся посредством чему? «Помышлениями моими, весь от них уязвился ныне и исполнился ран». То есть на самом деле люди страдают не из-за того, что кто-то там какие-то злые советы против тебя придумывает, что кто-то про тебя плохо говорит, а мы страдаем из-за наших собственных злых мыслей. Вот когда мы на кого-то наполняемся ненавистью, когда мы кого-то не просто ненавидим, а хотим кому-то отомстить. И получается так, что душа, она колокочет вот этими злобными мыслями, так что люди уподобляются каким-то ядерным реактором, где все колокочет, бурлит, и вот эти вот злые мысли копошатся, копошатся внутри души, в сердце, и отравляют душу такого человека. Вот это имел в виду святой Андрей Критский, когда говорит, что мы уязвляемся нашими собственными мыслями. То есть хотя бы во время Великого Поста постарайся посмотреть на самого себя. Что же с тобой происходит? Ведь ты же горишь из-за собственных злых, греховных мыслей. Ты уничтожаешь не других этими мыслями, ты уничтожаешь самого себя. И поэтому вот кто человек с чистыми мыслями, он и по жизни чистый человек. Человек с добрыми мыслями, он и по жизни добрый. Человек, у которого нет зла в сердце и внутри. Этот человек на самом деле счастливый человек, потому что в нем нет никакой внутренней войны, никакого раздрания. И покаянный канон Андрея Критского, он и старается нас вывести на это совершенно новую волну мысли, чувств, помышлений, изволений, чтобы очистилось наше сердце, чтобы там ничего не клокотало, никакого недовольства, никакого ропота, обвинений. А сердце покаянно обратилось ко Господу и исполнилось божественной веры и восприятие Божьей благодати. Есть, конечно, такое интересное наблюдение, что когда ты именно ежедневно находишься в храме, вот чему как раз первая седмица Великого Поста очень и очень способствует, то душа выходит не просто вот обновленной, а что-то совершенно новое сияет в сердце, потому что даже если ты не все понимаешь в каноне Андрея Критского, все равно это входит внутрь тебя. Это, как может быть, такие вот до конца не распознанные тобой духовные символы и смыслы, которые уже находятся в душе, и со временем ты их сам расшифруешь, и они уже сейчас приносят тебе пользу. Почему? Потому что они настраивают твою душу на добрую и чистую жизнь. И вот в этом каноне там также упоминаются и положительные добрые примеры из священной истории. Вспоминаются те праведники, которые в самых сложных жизненных ситуациях сохранили верность Богу, в отличие от нас. Ну, например, там упоминается святой праведный Иосиф, тот самый Иосиф, которого продали его же родные братья в рабство за 20 серебряников. Христа вот Иуда за 30 серебряников, а его за 20 серебряников продали. Он был увезен в Египет. Там попадает в руки одного владельца, и получилось так, что жена этого владельца Иосифа решила искусить Иосифа, добиться, так сказать, от него плотских удовольствий. Но он, вырвавшись из нее, вообще из этого дома, убежал, а потом его оговорили, обвинили и посадили в темницу. И получается такая череда как бы несправедливости. Там продают его родные братья, здесь его пытаются склонить к плотским наслаждениям, и везде он оказывается верным Богу. В конечном итоге он прощает своих братьев. И когда они боялись, что он их накажет, ведь он же впоследствии достиг необычайной высоты по промыслу Божию и стал одним из приближенных у фараона лиц, таким управляющим делами фараона во всей Египетской империи, точнее в царстве египетском. И братья уже, когда раскрылось их преступление, они боялись, а он им говорит, «Вы замышляли против меня злое, но Бог устроил это во благое». То есть есть промысл Божий, который ведет нас через вот эти жизненные несправедливости. Лишь бы мы сохраняли верность Богу, не озлобили в своем сердце, не пытались мстить. И когда мы открыты всецело Богу, то Господь такой жизненный путь выводит к удивительным вещам, и даже наши обидчики, они начинают исправляться. Но еще больший пример для нас и для нашего времени — это чистота Иосифа праведного, потому что вот в тех очевидных таких вот плотских искушениях он проявил всецелую верность Господу. И вот не всегда мы уподобляемся Иосифу, о чем и говорит нам канон Андрея Критского. «Иосифа праведного и целомудренного ума подражай, окаянная и неискусная души, и не оскверняйся бессловесными стремлениями, пресно-беззаконующие». Пресно, то есть, значит, всегда беззаконующие. И, к великому сожалению, вот мы постоянно скатываемся к этим грехам, когда мы не храним свои глаза, когда мы смотрим на что-то искусительное или в интернете погружаемся в какие-то соблазнительные картинки и вместо чистоты предаемся каким-то греховным страстям, а иногда и кто-то делом совершает такие грехи. И все это разрушает нашу душу. Так что уже непонятно, душа это или сплошная плоть и материя, и страсти греховные. А вот Иосиф праведный, он показывает нам вот эту подлинную такую чистоту и нескверность, которой бы нам и взойти. Но если мы каемся, то Господь и возводит к этой высоте. Вот не случайно во время канона Андрея Критского также есть молитвословие, обращенное к Марии Египетской. Это для нас огромная поддержка. Почему так? Потому что Мария Египетская, это, наверное, за всю историю человечества одна из самых грешных женщин. То есть она не просто грешила, а грешила, можно сказать, без остановки. Даже когда поехала она в Святую Землю, когда она села в корабль тоже, по-моему, из Египта или откуда там она плыла, то она и там, на пути к Святой Земле, постоянно предавалась этим плотским порокам. И за счет этого она существовала, за счет этого она получала возможность передвигаться, бесплатный проезд ей предоставлялся. Но как только вот пришла она в храм гроба Господня, да, то какая-то невидимая сила ее останавливает. А почему так? Вот ты настолько явно служила греху, да, что теперь вот пусть явно тебе будет и наказание, что ты не можешь получить доступ к гробу Христову, то есть приобщиться воскресению. Ведь Спаситель там воскрес, и приложиться к кресту Христову не можешь. Вот. И самой грешной женщиной она становится самой праведной. А за счет чего? За счет покаяния. Потому что сердце у нее настолько пробудилось, что решительно она меняет свою жизнь, кается. Как только покаялась, ей было дозволено уже войти в храм, и там она причастилась к святых тайн, а после этого проходит длительный подвиг покаянного делания. И это пример для всех нас. Пример в чем? Что если ты погряз в самых-самых плотских таких вот тяжких грехах, то тебе, ты, как и Мария Египетская, также можешь решительно прекратить эти грехи и посредством покаяния совоскреснуть с Господом, вот подобно этой Марии. Вот об этом нам также напоминает канон святого Андрея Критского. И поэтому в конечном итоге канон святого Андрея Критского свидетельствует нам о Божьей любви, о Божьем милосердии. Вот как притча о милосердном Самарянине, где этот Самарянин, он оказывает милость израненному израильтянину, попавшему в разбойники. И святой Андрей, он поясняет, что мы все изранены своими собственными грехами. А вот этот вот Самарянин, который принимает на себя израненного и доставляет его в гостиницу, где оказывается помощь этому страждущему, это Христос каждого грешного человека, приводящего в церковь, ибо церковь и есть подлинная духовная врачебница. «Аще и согреши их спаси, но вем, яка человека любит си». То есть ты настолько человеколюбив, что мы даже и представить не можем, что самую грешную женщину ты можешь сделать самой праведной, и даже ей мы молимся в таком вот великом каноне, как канон Андрея Критского. «Ты наказуешься милостиво». То есть если ты даже нас наказываешь, то поступаешь из милости, чтобы мы пробудились. Вот знаете, когда человек спит, чтобы его пробудить, мы начинаем толкать его вбок, да? И даже, может быть, этот человек, он проявляет какое-то недовольство. Вот что вы мне тут мешаете? Я же вот сплю, мне хорошо, когда я сплю. А иногда действительно даже для спасения человека его нужно пробудить, и нужно потолкать его вбок. Вот так и Господь во время земной жизни у нас пробуждает, вот как бы толкая вбок, доставляя нам некую неприятность посредством скорбей, вот этих жизненных каких-то невзгод. Но в итоге мы пробуждаемся, как и Мария Египетская, как и другие грешники кающиеся, как тот же самый царь Давид. О нем тоже канон упоминает. Ведь он увлекся простой вот этой, вроде бы, человеческой немощью. Он увидел прекрасную женщину и настолько обольстился, что подстроил смерть ее мужа, так, чтобы во время сражения ее муж оказался в самом вот таком неудобном месте, и он погиб там. То есть здесь двойной грех. Это грех убийства и грех прелюбодейства. Но и покаяние Давидова. Покаяние Давидова оказалось настолько велико, что его покаянная молитва выразилась вот в 50-м псалме. «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей». И именно вот этот пример Давидова покаяния, он тоже излагается в каноне Андрея Крискова как образец для нас. И Господь, вот сказано здесь, «Ты, Боже, милосердствуешься тепли». То есть ты тепло относишься к нам с таким теплым сердечным милосердием, что вот как отец блудного сына ожидаешь каждого из нас, наше возвращение. Вот помните притчу о блудном сыне, что когда сын-то его одумался и уже стал возвращаться, то отец, как только увидел, он бросил все и побежал навстречу этому сыну, забыв все на свете, забыв самого себя. И так был рад встрече этого сына, что ради него устроил необычайно великий праздник, дал ему перстень на руку его. А перстень — это вообще, на самом деле, ведь восстановление его достоинства как наследника отца. И когда мы каемся, то на небесах такая радость, о которой мы даже не можем вообразить, и мы тоже восстанавливаемся как наследники, наследники Царства Божия, как сонаследники ангелов, ибо бывает у ангелов Божиих радость о каждом грешнике кающемся. И канон Андрея Критского, он свидетельствует нам именно о милости Божией, о том, что наше покаяние всегда имеет, и не просто оно выражается в наших человеческих чувствах, оно опирается на Божью любовь, на Божье милосердие. И поэтому мы молимся словами Андрея Критского «Агньче Божий в земле грехи всех». То есть ты, Христе Божий, ты вот истинный Агнец Божий, который принимаешь на себя грехи всех людей, «Возьми бремя от меня тяжкое греховное, и якобы благоутробен, дашь мне слезы умиления». Вот когда наше сердце умягчается покаянием, то даже слезы, бывает, текут из глаз. Ну, внешние слезы — это не так важно, а главное, что слезы сердечные. Это когда сердце настолько болит о своих грехах, что молитва покаянная, она идет из глубины сердечной, и ты открываешь двери своей души навстречу Господу, ты уже не думаешь о других, кто там сделал какие злые дела, ты всех прощаешь, и самое главное, вот ты воспринимаешь эту милость Божию, за которую Господа и благодаришь. Конечно, канон святого Андрея Критского мы не можем так вот до конца истолковать, мы немножечко только прикоснулись к его тайне, тайне покаяния, которое излагается в нем. Он читается четыре первых дня Великого Поста, а потом он полностью прочитывается в четверг Пятой Седмицы Великого Поста, когда вспоминается именно Мария Настояние, покаяние Марии Египетской. И вот дай нам, Господь, в эти дни быть вместе с церковью, в храме молиться. А если кто-то не имеет возможности, то хотя бы дома прочитать этот удивительный канон, чтобы и наше сердце открылось навстречу Господу посредством этих удивительных молитв. И дай нам, Боже, всем дух истинного покаяния. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры. Мы всегда рады общаться с вами на библейском портале Экзегет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВОЗГЛАСИЕ ГОЛОСИ ВОЗГЛАСИЕ ГОЛОСИ ВОЗГЛАСИЕ ГОЛОСИ